Здарова всем. Я с вами Санёк, стиратель 58РУС. Сегодня отжим на люксе 1086. Запустил такой вес вещей. Сейчас ещё что покажу. Вот моя куртка мокрая. Короче, сейчас историю расскажу. Сейчас в машинке вернусь. Короче, история такова. Стирал на программе сухого 40 градуса 1000 оборотов. Стирал перегруз. Перегруз. Я только в конце стирки понял, что перегруз. И, короче, машинка. Первый промежуточный 20 минут не могла отжать. Решила пойти на первополоскание на 19 минутах уже. То есть на дисплее было 19 минут, она уже пошла на первополоскание. Где-то 3-4 минут полоскала. Когда на дисплее загорелось 18 минут, началась сливать воду, то есть уже там пошёл второй промежуточный лоджим. Там где-то вот пошёл играть в PlayStation гонку. Смотрю, подхожу уже после гонки 14 минут. 14 минут, ушёл. 13 минут уже второе полоскание началось. Так она полоскала до 9 минут, 9 минут. Отжим. Ну то есть отжим начала сливать воду. То есть никакого отжима по сути не было. То есть просто слила воду. Начала просто так раскладывать, выходить, то есть не могла выйти. А всё почему, зря я запихал свою куртку. Ну вообще там не только была моя куртка, там ещё мамина, там ещё вещи помимо куртки было. И запомнил я себе совет. Никогда больше не буду стирать две куртки в машинке. А вот же мне так программу снимут. Тысячи оборотов вот же. У меня так машинка конечно так постоянно вибрирует сейчас я. Сдвинул грязные вещи просто. Завтра наверное буду отжимать уже свою куртку. Либо сегодня может потом отожму после вот этих вещей. Не знаю короче, пока я ещё ничего не решил. Не, ну на тысячу она вышла сейчас прикольно. И вам ребята такой совет. Если вы закинули две куртки на стирку, ждите беды. Вот пять минут осталось. Давно кстати про люкс 1086 не снимал видосы. Кстати простите что старт не снял, он просто не успел камеру включить. Ждите конца. Короче я решил снять всё-таки отжим с вести с курткой. Да и сейчас вот эта вот партия. Машинка разложит, сниму. Ещё раз вот отжим, ну не ещё раз, а точнее сейчас вот этот отжим ещё видео будет. Ну так же на тысячу я выставлю. Потому что моя куртка, всё-таки её отжать надо. Так что как-то вот так ребята. Сейчас вот только вот эту партию. Что ж, в вашем куртке с сильным дисбалансом. Ну потому что куртка у меня большая, тяжёлая. И поэтому она даже вот при хлопок 40 она машинка, ну там такой банкинг дисбрикшен можно сказать был. Ну то есть вот так вот так. Вообще, под рефинальным машин, когда там ещё Хобок 40 был, Такое ощущение машинка чуть стукнула вот по стеклу там. Который там не будет вот эту, которую вот здесь поставили ещё одну, а вот по-другому. Короче вы поняли. Кто знает тот поймёт как говорится. Вот сейчас она поменьше чуть-чуть стучит, ну потому что там всё на всё одна куртка. То есть там больше ничего нет. Вообще я хотел снимать программу лоджин на своей машинке только с пустым баком. Я просто сегодня не ожидал, что у меня машинка нахлопки не отожмёт. Так что пришлось снимать с мокрым бельём. Партию я уже в принципе отнёс. Осталось только подождать, когда у меня куртка моя отожмётся. За которой вот на Хобок 40 машинка не смогла отжаться. Четыре минуты осталось. Судя по звуку, скоро у меня будет люфт в барабане. Но это из-за того, что я не поменял подшипники. Ну в принципе здесь бак разборный, что тут менять в принципе. Разобрал всю машинку, переднюю панель снял, верхнюю и заднюю крышку снял. Всё, открутил внутри, вынул бак. Причём здесь манжету надо по-хорошему поменять. У меня здесь манжета грязная, я уже сколько раз на 95 градусов машинку очищал. Один раз даже Хобок 60 включил. Ну при 60 градусах чуть-чуть конечно удалились пятна на манжете. Так манжету всё равно хотелось бы заменить. Думаю, это так долго не протянет. Или протянет, не знаю. Короче, ждите конца. Ну всё, кончается лоджин. Сейчас выкрашу свою куртку. Из которой начались вот эти две части вот программы лоджин. Скоро я начну снимать вот с этого ракурса. Вот где вот машинка вот так вот видно, короче, вы поняли. Кто знает, тот поймёт о чём я говорю. Стирка на этой машинке, наверное, не будет. Ты можешь сниму как-нибудь вот синтетик 40. Ещё обороты, может сброшу обороты, не знаю, короче. Можешь сделать ещё какой-нибудь тест на шерсти. Будут шерстяные вещи, может быть шерстку буду тестить. Ну всё, наконец, ну чё, проверяю. Вот сейчас она не мокрая, потому что, когда куртка была в тазу, я её мокрой вынул. То есть, сразу стекло, там очень много воды, там, не знаю, полклаза где-то воды было. Всем спасибо за просмотр, подписываемся на канал, всё, всем пока.